I have ways of blowing things up. Нет, ну я в самом деле на тот момент не понимаю, как вот, ну, держали вы его связанными, все, но вы же понимали, что он не руками людей убивает и мучает и всякое такое, вы же, он же применяет силу, как бы, мозгом, на что вы рассчитывали? Такой дилетантизм. Нажмите, чтобы использовать духовный, о, у меня сила появилась. Не перебраться, придешь что-нибудь придумать. А, ну, новую способность дали. Теперь не тот, хочу палить, защищаться, заткнись. Но еще и бить можем. Так, здесь кто-то, здесь кто-то еще. А, как бы, ну да, ты что, рассчитывал? Ну ладно. Кто-то еще. Давайте только мы не будем с ним драться или там что-нибудь такое. Да-да-да, о-о-о, смотри, какая динозаврина ходит, прикольно. Ладно, по крайней мере, мы знаем, что это что-то большое. Ну, драться с таким, наверное, не получится, мне кажется. Эта штука нас просто соплей перешибет и все. Поэтому, наверное, опять же будет стейлс. Старые шкафчики, к черту. Да, в духовном мире мы используем правую кнопку. Я что-то успел подзабыть про это. Давай быстрее. Как-то нудно все. Ладно. Поехали, поехали, поехали. Ну-ка. О, дверка. Вау, вау, вау. Звуки такие вау. Почему, не знаю, мне кажется, это такой, кстати, стереотип, почему, если госслужащий, то в его голове все будет разложено по ящичкам. Ну, не знаю. В каком-то допросов? Ладно. Что у нас тут есть интересненького? Телевизоры есть. Вот и где, по крайней мере, та часть, которая мне нужна. Что, еще один испуганный мальчик, да? Ну, допустим. Так. Пора читать. Дело такое-то, условно, название мясник. Подозреваемый Якоб Уилк. Подозревается в хищении, подлоге, незаконной торговле. Следователь Генри Уилк. А-а-а, старший инспектор. Блин. Хищение, подлог, незаконная торговля. А почему название мясник? Погодите, мясник это тот, кто людей убивает. А тут хищение, подлог и незаконная торговля. Ты своего батю арестовал, что ли? Магнитная лента, объединяйте нам не с чем. Пока что. А, есть с чем, что это я. И play? Знаешь, зачем ты здесь? Я в эти игры не играю в Генри. Я тебе не Генри. Агентство поставило им известность в том, что ты украл мясо у рабочих граждан... Мясо, мясник, понятно. Даже я не знаю, с чего бы они так решили. Ты ввел себя как дрянь. Просто переходи уже к делу. Учитывая твою профессию, у тебя были все возможности совершить преступление. Это государственное преступление. Да, да. И оно карается смертной казнью. Что скажешь в свою оправданную? Прости, Генри. Ясно-понятно. То есть, тебе не просто пришлось вести дело против собственного батя, так тебе это еще и доставляло удовольствие. И ты его еще и убил. Понятно, с каким человеком мы тут имеем дело. Встретились два монстра, потому что Томас тоже монстр, по-хорошему-то. У нас тут прям эти... Как они назывались? Кайдзю. Ладно. Да-да-да, я тебя слышу, драконозавр. Вот это... Да, ты большой и грозный. Что-то там шастает. Так, и... Еще мне вот такая фишечка, вот в таких игрушках, как это, когда у тебя разные действия разбросаны по разным кнопкам. О, привет. Для того, чтобы у тебя создавалось ощущение, что... Черт, что черт. Что у тебя больше геймплея. То есть, слезть-залезть, подвинуть это и к чему-то притронуться. Это правая или левая кнопка мыши. Ну, то есть, блин. Кстати, если что, да, опять же, возвращаясь к тому, что вначале советуют играть на геймпаде, но я все-таки играю на клавиатуре. Так вот, игра на клавиатуре реально сделана просто... Так, это у нас талоны на питание. Да, выданы правительством пользовательной республики. Но это, видимо, его батя воровал талоны, забирал мясо, потом продавал или отдавал его людям. Я думаю, что он поступал довольно правильно. Хищение. Не знаю, мы в сети коммунистическую ересь. Так, нам, наверное, сначала сюда. Вот ты где. Иди сюда. Дрянь. Нам, типа, лучше не попадаться или нам пофиг? Как это все происходит? Вот ты где. А, его это бьет. Его это бьет. Типа... Ну, вылезай. Так, ну, он же... Типа на мясе работал, все дела. Поросяты везде визжат. Это мне тоже надо будет запустить? А, это... Оно запускается и без питания. Хорошо. Давайте, давайте, свинки, двигайтесь. Мне пройти нужно. Что у нас тут? Сюда залезть, ты уверен? Возможно, тут, типа, красивые декорации, всякое такое, но из-за угла камеры я не могу оценить этого всего. То, что я говорил про управление. Здесь управление движением, бегом, чутьем, задержка дыхания, красться. Все, абсолютнейше все под левую руку. И только на мышке есть правая и левая кнопка активации. Все. То есть, распределить как-то это все более равномерно. Они такие, не, зачем, чувак? Причем, сама мышка, как вы понимаете, не работает, потому что камера фиксирована. Просто на мышке работают две кнопки. Все остальное у тебя под левую руку, и тебе нужно быть просто каким-то восьмипалым осьминогом для того, чтобы в это по-человечески играть. Сядь, пожалуйста. Ладно, не садись. Давай. Давай, давай, открывай. Ну-ка. Твердая рука, уверенное движение, поперек волокон, только поперек, вдоль нельзя, только поперек, вдоль нельзя. Ну, хорошо, а взять я его не могу. Вот я его сейчас вращаю. Есть, зарядились. Давайте я теперь назад пойду, да, по какой-нибудь короткой дорожке, я не хочу все это опять проходить. Где ты, мальчик? Где ты? Мне тоже начинает по ушам давить немножечко, то, что он... Так. Все, пойдем. Вот эта штука нам сейчас нужно будет бомбануть, и мы пройдем дальше. Я надеюсь, это бормотание прекратится. Я знаю, что ты здесь. Я тоже знаю, что ты здесь, и че? Удивил. Возможно, отец, ну, как обычный рабочий мужик, был груб в детстве с ними, он решил ему таким образом отомстить, просто законным способом убил. Ну, короче, не знаю. Это не особо-то мое дело уже, так-то по-хорошему. Хорошо. Очень хорошо. Видишь, как все просто, когда ты делаешь, как сказано. Это был скримак. Кстати, насчет скримаков и насчет всякого такого. Единственный скримак, который, в самом деле, был таким прикольным, который пробрал, это когда мы с вами нашли лезвие. Да, это вот больше, похоже, пока что ничего не было такого. Хорошо. Патриотизм сильнее родственных уз. Ну, опять же, то, о чем мы с вами и говорили. Нечасто увидишь такое самоотверженное проявление патриотизма, какое продемонстрировал нам в последнее время старший инспектор Генри Уилк. Простой офицер гражданской милиции внес свой вклад в строительство светлого зоатра Польской Народной Республики путем отказа от своих преступных родственных связей. Его расследование нашумевшего мясного дела закончилось рядом арестов, в ходе которых за решетку попал и отец Генри, якобы Уилк. В число нарушений обнаруженных офицерами Уилком входит коррупция, хищение качественных мясных продуктов и подмена их продуктами низкого качества. Помимо якобы Уилка задержано еще некоторое количество виновных, в том числе четыре директора мясного производства и несколько управляющих магазинами. Суд над ними пройдет в будущий четвер... в будущий, не в следующий? Ладно. Если подсудимые будут признаны виновными, вероятно всего их ждет смертная казнь через повешение. Офицер Генри Уилк прокомментировал это так. Я поступил по справедливости. Эти слова истинного патриота. А, это его, вот эта поговорочка. Я человек, который любит поступать справедливо. Ну, по сути, убил собственного батю. Вот твоя фотка. Удостоверение личности и личный номер. Выдано с 79-го года. Действован до 90-го года. Министерство внутренних Нил Генри Уилк. Служащий служб безопасности. Security Service. Да, молот. Ничего не скажешь. Так, тут у нас вроде как все, насколько я понимаю, да? А почему я здесь-то... Ой, блин, ну вот такие вот вещи-то зачем вы так поступаете? Сделайте, чтобы я мог выйти с двух сторон. Так, по телеку ничего нету. О, тут еще может кучу всего посмотреть. Я думал, что уже все на выход. Привет, чувак. Хочешь, чтобы я пожарю тебя, Генри? Посмотрим, что из этого выйдет. Я не думаю, что... Ну, ладно. А что у нас тут? А-а-а. Я опять на эскейп нажимаю. Но пластины-то у меня нету. Ну, в смысле пластины, бобины. Чтобы поставить. Нету. То есть мафона не оставили, а бобину не... Тут тоже ничего больше нету. Ага. Вот она. Так. Сюда, сюда, сюда. Вилк, верно. Генри Вилк. Чем вы? Сразу к делу. Без страха и сомнений. Если вы хотите меня убить, вы меня уже убили. Так что вам нужно? Хочу предложить вам работу. Я слушаю. Я уже давно работаю в этой сфере. Я неплохо разбираюсь в людях. Я знаю, что для них важно. Видеть их потенциал. Согласен. Согласен. Ну, с одним условием. А? О работе, которое я для вас выполняю, никто не должен знать. Это как мы любим. Это должно быть. Если это не будет, я держу вас в силу. Я держу вас в силу. Добро пожаловать на борт. Семью, вообще-то. Ну, ладно. Так он попал на расследование сверхъестественного, я так понимаю. Хорошо. Заметили вот эта фраза? Когда Уилк поймал Томаса, он поставил пластинку и сказал... Было вот это... Let's see what makes you tick. Давайте посмотрим, что заставить. Ну, там перевели, о чем ты волнуешься. Ну, вот эта фраза, what makes you tick. И то же самое сейчас сказал его будущий начальник. Я думаю, эту фразу он перенял у него. Это тоже интересная деталька. Интересная деталька. Хорошо. Вот такой вот ход, который они здесь применили. То есть, всегда нам говорили, что есть дочка, дочка, дочка. А под конец игры нам говорят близнецы. Томас произносит слово дети. Все, опять же, подводит нас к тому, что Марианна все-таки близнец. И какое-то время это работало. Потому что я думал, что Марианна, возможно, дочь-смотритель. И, кстати, на это нам тоже давали намеки, когда смотритель говорит, что его дочку зовут Анна. Ну, в общем-то, таким образом игра пытается нас путать. Погоди. Ну, а... Ну, что ты от меня тут хочешь? А, тут тупо пройти можно. Спасибо за хороший ракурс игра. Спасибо, блин. Черт. Вот это начинает уже реально бесить. Я думал, пришел какой-то тупик. Мне надо как-то эти коробки сдвинуть, убрать, взорвать. Нет, блин. Там тупо пройти можно. Спасибо. Знаете, когда есть недостаток какой-нибудь... Ну, бывает такое. Ты думаешь, блин, ну игра хорошая. Черт с ним с этим недостатком. Но когда этот недостаток постоянно тебе портит геймплей, то это начинает злить. Понимаете, это не один случай, который меня разозлил. Это происходит постоянно, но вы это сами видите. Поэтому, ну, блин, не знаю. Да, спасибо. Опа. Черт, у ящики. Я ненавижу ящики. Меня покусали ящики в детстве, теперь я их ненавижу. Тут что-то можно, погодите. Опа. Слышал когда-нибудь о Ниве? Особое задание майор Генри Уилк. Это, короче, у нас товарищ с телефоном. Ну, это мы уже давно как бы разобрались. Просто сейчас для... Для записи. В доме отдыха Нива под Краковом был замечен фигурант. Местные следователи сообщили о странном деле, в котором замешан художник конфиденциально. Когда его обнаружили, он был жив, но оказался в вегетативном состоянии. Подозрения в действиях насильственного характера не подтвердились, так как осмотр не выявил признаков травмы головного мозга. Возможна связь с делом близнецов. Ознакомьтесь с файлами конфиденциально. Близнецы. Ладно. Работайте тихо и чисто. Мы готовили вас именно для этого примечания. Настоятельно советую ознакомиться с записками советского ученого, обнаруженными в 50-м году во время конфиденциально. Вам разрешен доступ к архивным данным. Номер такой. Только вам, Уилк, работайте. Да, это его именно отправили на устранение. Ну, на устранение. На выяснение, скорее, а не на устранение. То есть, ему все-таки нужна была именно тайна. Получил, блин, тайну. По мозгам. Что это? Объект продолжает проявлять сильные сверхъестественные способности и утверждает, что с ним общается другой, конфиденциально посылая ему видение. Рабочая теория подозрения на связь с конфиденциально. Возможно, установленная в результате клинической смерти. Для подтверждения теории раскола необходимы дополнительные тесты. Кстати, насчет раскола. Опять у нас упоминается. Хорошо. Я видел, там с края он идет. Беги! О, 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 погоди, погоди. Там можно почитать. Пофиг на монстра. Странно. Ну-ка. Сеанс прерван из-за инцидента в испытательной камере. Во время введения назначенных веществ ведущий ученый доктор вошел в прямой телесный контакт с объектом, был немедленно госпитализирован. Несмотря на отсутствие признака физической травмы, он впал в видительное состояние, в котором находятся до сих пор дальнейшие сеансы, приостановленные на неопределенный срок. Ну, это как его пытались раскрутить, а он всем вот так вот мозг выносил. Да, да, да. Сам тут понаставил книжек, теперь через них пробраться не можешь. И поймаешь, не поймаешь. Зачем я здесь? Вот зачем. Сеанс в результате четыре примечания переназначен на сегодняшний сеанс. Несмотря на увеличение дозировки, объект остается чрезвычайно опасным. И во время испытаний его необходимо содержать как физически, сдерживать как физически, так и морально. Применяются повышенные меры безопасности. Это, опять же, про Томми, скорее всего. И меры по его содержанию. Он же сказал, что его там держали много лет. А в каком состоянии его нашел художник? Он повсюду, может быть, осторожней. Естественно, повсюду. Это его дом, вообще-то. Так вот, он его нашел работающим на заводе в возрасте... Да, сойди ты уже в возрасте. Сколько там ему было? 18-19 лет или что-то такое. То есть он сбежал и устроился на какой-то завод, лишь бы чтобы деньги получать, но чтобы не светиться. А его подобрал художник и вырастил. Я думал, ты больше. Чуть не попался. Но мы его завалили шкафом. Я думаю, мне кажется, возможно. Ну тут вся боевка на таймингах. То есть в то время, как тебя бьют, в то время, как он подойдет. Все это исключительно на тайминге рассчитано. Я думал, эта штука больше. Или их тут несколько. Вот это тоже рассчитано на геймпад, скорее всего, чтобы ты ровно... Чтобы ты ровно держал стик. Но я стик ровно не держу. Я просто вперед иду, и он обычно нормально проходит. Так, чтобы использовать духовную силу. Неплохо так. Фу-фу-фу, пыль уберите. Я не вижу, куда иду. Да, ну залезь ты уже, блин. Пока вплотную не подойдешь. Где ты, сволочь, четвероногая? Зачем тебе четвероногая, сволочь, если ты за двуногой охотишься? Вон там тоже можно будет применить эту фигню. Ты меня не достанешь. Зачем ты такое говоришь? Он сейчас прыгнет. Тебе когда-нибудь учили? Незли собаку за забором, блин. Ты получил тебя прямо, где я хотел. Пора тебя прикончить. Прикончить. И остаться на фигню. Туда тебе и дорога. Ты думаешь, что ты его убил? Серьезно? Ты находишься в голове этого чувака, ты думаешь, что ты его убил? Не, немножко сомнительное утверждение. Ну ладно. Вообще, понятия как физика и законы физики в подобном мире, я думаю, что не являются действенными. Так, мама, папа и я. А почему ты в коляске? О. Погодите. Ты обидел. А, он пишет. Ладно. Кем? Командировка. Без препятствия. Ничего не поделать. А, возможно, твой ребенок. А, я понял, это не ты. Все, 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 мы сейчас... Хочешь с ним попрощаться? Не, не думаю, что это хорошая мысль. У меня голова работы забита. Ясно. И опять, ты думаешь, что я должен? Как хочешь, дорогой. Все-таки да. Симон. Саймон, ты где? Я тут больше ничего не могу ни покрутить, ни сделать. И тут тоже больше ничего не могу сделать. Черт. А, вон. Папа? Типа да. Привет, сынок. Ты опять уезжаешь? Папи, надо на работу. Когда вернусь, пойдем с тобой на рыбалку, хочешь? Ты любишь это, не ты? Я не люблю, когда ты уезжаешь. Знаю, знаю. Но иногда это не нужно работать. Это очень важно для всех нас. Ты же сам понимаешь, да? Понимаешь? Я... Да, Папа, понимаю. Ага. 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 Типа, сын в нем нуждался, в этом отце и всякое такое. Нет, этот... Госработник, он был тем еще ублюдком, его мне вообще никак не жалко. То есть Ричарда мне реально жалко, а вот этого мастодонта нет вообще никак. Да он динозавр, в смысле этого, который у него тут ходит. Вот. Он чудовище был прямо с детства. То есть его травма, ну не то чтобы травма, его психический сдвиг произошел не от травмы, а именно от того, что он сам себя так повел. Привет, чувак. Вот так. У вас получилось? Вы успели. А, иди сюда, теперь все будет хорошо, я тебя освобожу. Не, чудовище, а оно нас не отпустит. Не волнуйся, парень, чудовище тебя не тронет, я с ним разберусь. Может он сам с вами разберется. Что ты сказал? Что ты за тварь? Ну, я же говорю, что... И что ты надеялся тут найти? Угрызение совести? Невидного ребенка подлечены чудовища? Нет, он и был чудовищем изначально. И ты и говорил. Нет, здесь никакого ребенка. Здесь только я. Шуточки, на ней не подействует, старик. А-а-а, красиво, то есть ты был подготовлен. Ха-ха-ха-ха. Причем он Томаса называет стариком, потому что сам молод... Нет! Черт! Блин, чувак, ты же был так подготовлен. Ты его заманил в такую крутую ментальную ловушку. И не смог с ним справиться на физическом плане. На физическом уровне. Ай, черт! Лили, Марианна? Да, это две сестры. Хорошо, хорошо. Это мы еще... В прошлой серии, в смысле, давно. Мы это уже поняли, да. А-а-а, так. Хороший лежать, простудишься. Я помню. Я помню. Это он. Это он. Во всем виноват он. Он тут до сих пор? Томас? Но это не Томас, это же... Томаса больше нет. Ты опоздала, девочка. Это ты. Ты пытался нас убить. Ты пытался убить нас. На самом деле, нет. Он делал свою работу. Что ты с ней сделал? Что ты сделал с Томилианной? Он ее застрелил. Я был уже мертв. А, это не ты ее убил? Твой папаша об этом позаботился. А ты не знала. Какая прелесть. Малышка Марьяна забыла родного папочку. Кто-то. Кто? Кто ее убил? Ну, честно говоря, думал, что... Что случилось? Что случилось? Я, честно говоря, тоже думал, что-то он ее убил. Понятия не имею. Может, это была сиделка? Художник? Под кроватный монстр. может быть но собственный папуля кстати да это было наше первое предположение что он сам не любил чтобы остановить что за чушь ты несешь ну марьяна же превратилась в монстра ой не марьяна лили хотел спасти нас спасти ее возможно это и было спасением вот я про тоже говорю да и здесь все насквозь пропитаны безумие боли страдания они витают в воздухе вытачки поглубже это жуткий смех был ладно без без титров я бы не понял что это жуткий смех пришло время от них избавиться раз и навсегда нет стой что ты делаешь я против как тебе место мы знаем его имя генри с кем мы сейчас болтаем томас рекович мой отец да теперь мы точно знаем это он тогда был на пирсе он держал пистолет он убийца моего из моего сна как почему я же тебе объясняю я должна была узнать что случилось после пожара что случилось с ним и со мной так хорошо 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 маленькая вставочка в нашу теорию почему чудище хочет нас одеть и носить чудище хочет нас одеть возможно возможно почему потому что во время пожара у нее очень сильно пострадала внешность и она стала считать себя чудовищем хотя нет но мы видели как он застрелил ее она была тогда нормальная нет 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 погодите я думал что у нее очень сильно пострадала внешность она стеснялась выходить на люди поэтому он держал ее в заперти и поэтому так хорошо да то что близнецы это печалька наша сестра в детстве это мы выяснили то что томас все-таки был отцом это мы тоже выяснили это было понятно да все-таки мое предположение о том что том что фрэнсис наш отец не подтверждалось тем откуда она видит печальку в детстве значит 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 знаете я вам сейчас только что говорил что мне не жалко генри потому что он тварь и монстр и всякое такое но в конце когда он так изящно поймал томаса в западню у меня проснулось к нему уважение то есть это было очень спланировано очень тонко он пустил его в свою голову дал дайте да я как раз про это и возмущался говорил вы же знаете что он псионик что он может влезть в голову они на это и рассчитывали он впустил его к себе в голову и запер его там и и его подвело то что томас вырвался на свободу в физическом мире кстати я не знаю как он вырвался на свободу физическом мире он же был связан но честно говоря если бы он не если бы он был лучше связан то там бы томасу и было бы хана потому что генри его поймал все ребятушки на этом тогда будем заканчивать серию немножечко пищи для размышления нам дали пойдем мы в красный дом уже до следующей серии спасибо что были с нами всем удачи добра добра все молодших всем покеда а и и и и и и и и